привет друзья я уже рассказывал что у нас есть шкала стресса это международная шкала стресса держим руку вертикально 10 это шторм когда совсем плохо до 0 0 внизу это штиль когда все хорошо когда все так замечательно когда все пофигу такая эмоциональная дистанцированность и всего и вот если вы каждый день когда испытываете какое-то состояние выходите из равновесия вдруг вспомните эту шкалу где вы сейчас на десятки или на пятерки а потом успокоились и уже совершенно спокойно штиль так шторм штиль 10 делений 10 0 это совсем когда все пофигу и поэтому раньше люди раньше люди когда они не знали еще физкультуры не знали спорта это сейчас пытается жить здоровым образом жизни но раньше могли как но выпивать например алкоголь выпил 50 грамм выпил зажимы снял не на мышечные и 50 грамм для храбрости а бутылку выпил это вообще все пофигу сидишь жизнь проходит мимо тебе кажется что это сделала жизнь проходит мимо да потом люди стали заниматься здоровьем своим отменили алкоголь стали делать какие-то физкультурные упражнения и вот обратите внимание люди стали выбирать что кому подходит кому-то подходит на лыжах ходить кому-то плавать кому-то легкий бег кому-то боксом заниматься ну и много разных видов упражнений и каждый подбирал свою то что синхронно его текущему состоянию в тот момент когда он эти упражнения делаете он на них как бы условно говоря залипал ему нравились эти упражнения такой спорт профотбор подбор индивидуальных упражнений так вот когда человек подбирал свое упражнение например плавание он мог плыть и плыть и плыть и плыть бесконечно потому что у него напряжение падала он выходил на самое себя выходил на автоматизм действий а все эти упражнения основаны на повторяемых движениях я вам говорю свою формулу повторяемые движения снимают напряжение я вам говорил о том что если вы подобрали свое повторяемое действие путем перебора да то вы выходите на такое состояние когда по шкале стресса если вы померите у вас напряжение снижается какой бы она высокой не было даже если было 10 шторм то могла снизиться и до 5 до четырех и до нуля поэтому некоторые любят прогулку это повторяемое действие легкий бег игру в теннис все это повторяемые действия которые снижают напряжение и жизнь наша вся это по существу проба и ошибки а метод ключ как раз таки заключается в том чтобы во первых найдя свое повторяемое действие быстро выходить на снятие лишнего напряжения а теперь важно сам процесс подбора путем перебора то есть принцип проб и ошибок развивает развивает креативное мышление поисковую творческую активность мозга и потом вы если обратите внимание даже если вы не смогли подобрать себе какое-то повторяемое действие который выводит на автоматическое воспроизводство да то все равно ваша жизнь улучшается потому что вы даже не отдавая себе в этом отчета многие проблемы которые раньше у вас не решались начинаете по этому механизму по этому навыку осуществлять наткнулись на проблему не решается она раньше нас учили так повторяя пока не получится развивая упорство творчество такое в исполнительности на пытайся пробить эту стену будь терпеливым преодолевай а здесь дополнительный принцип подбора путем перебора ключ это по существу сжатый механизм проб и ошибок и когда вы пытаетесь подбирать по тебя те упражнения которые вам подходят вы на самом деле развиваете эту смекалку эту способность искать наиболее простое решение для решения сложной задачи я говорил через высшие ценности человеческие через эту призму высших человеческих ценностей по существу метод ключ это в сжатом виде интенсивный процесс развития вашего личностного опыта вашего личностного роста даже если вы не подобрали себе упражнения вы уже развиваете эту креативность мозга уже становитесь выше обратите потом внимание ваша жизнь становится лучше а если подобрали вы можете использовать это для разгрузки например упражнение дирижер у нас есть или упражнение плавания или упражнение дрести на лодке или бой с тенью у кого какое состояние то вы и делаете допустим вы очень агрессивном состоянии находитесь делайте бой с тенью кто-то меня спрашивала мне прямо хочется начальника поколотить то я уже в японии куклу начальника кого-то а луиза хэй она себе нашла в состоянии когда она колотила подушку а мы без куклы начальника и без подушки просто колотишь и поэтому это упражнение бой с тенью на самом деле дает боксером на самом деле надо давать всем когда человек находит состояние агрессивности чтобы гнев свой сбросить я недавно смотрел видео и там человек рассказывал психолог о том что конечно хорошо научиться украшать свои эмоции но с другой стороны они же действуют на организм они реализованные эмоции она начинает приводить к каким-то нарушениям внутренним болезням потому что ты все время скрываешь свои эмоции ты все время преодолеваешь себя делаешь над собой насилие и ты можешь разрушаться а как же преодолевать а он же не знает метод ключ он бы там и сказал а ты это моделируй колоти себе в воздухе того врага своего никого же нету ты один чистом поле никто тебя не видит хочешь ори хочешь по и хочешь танцу это моделирование это уже элементы ключ 2 а еще меня спрашивали а чем ключ 2 еще отличается ну во первых я всем всегда говорю что я полностью никому не это не открываю пока это не нужно пока я лично не знаю человек мало ли в какие руки попадет там такое можно изобрести плюс 2 но в целом в принципе тезис отличается в том что ключ основан на том что ты снимаешь напряжение по шкале стресса у тебя снижается напряжение а ключ 2 отличается тем что ты используешь напряжение например утром ты просыпаешься ты тянешься ты же по существу что делаешь ты инстинктивно доводишь их остаточные напряжения до максимума потом сбрасывается вместе со всеми теми напряжения но самое главное на пике этого напряжения о чем надо подумать чтобы это села таким образом чтобы стала установкой на целый день если ты утром когда потягиваешься когда ты напрягаешься до максимум доводишь это напряжение до критической точки и уже преодолеваешь и это да в этот момент подумаешь что весь день будет хороший несмотря ни на что у тебя так и получится то есть первом случае в первом ключе ты установки себе задаешь момент разгрузочных действий когда выходишь ближе к нулю то есть психической релаксации а во втором методе ключ на пике напряжения просто метод ключ 2 он сверх скоростной но сверх скоростной такого жизни раньше вообще никогда не было этого нет ни в йоге не в цигуне нигде а ключ может моделировать и цигун ключ может и йогу моделировать и самые разные методы гимнастику и прочее плавание и лыжи и что угодно на самом главное когда вы вышли на состояние когда вы расслабляетесь и начинаете думать уже о чем думается они о том о чем вы вынуждены были думать потому что когда вы в стрессе вас нервномышленная зажатость вами руководят не разум и чувство гармонии вами руководят ожидание негативного исхода ситуации чем это кончится что будет потому что полная неопределенность и в этот момент абсолютно эгоист в этом заняты выживанием вы никого не слышите ничего не видите вам главное снять этот страх эти блоки сознания эти с ней нервные зажимы вам надо выйти из стресс я почему там ваши проблемы лучше решаются а потому что человек по природе творец геном у него такой эволюционно развита от поколения к поколению он творец а еще потому что человек по природе хороший человек по природе хороший запомните это если он не деформирован страхами комплексами стереотипами и неправильным обучением и воспитанием он по природе хороший если например он выспался у него голова лучше работает и он более позитивен он альтруист он гуманист а если он недоспал вот он деформация недоспал а если хронически недосыпаешь тем более так у тебя тревожность растет напряжение растет ты не можешь никак снять это напряжение ты зацикливаешься тебе все время кажется появляется там чувство беспричинного беспокойства чтобы не случилось хоть ты в раю так сказать условно говоря находишься хоть у тебя пароходы и яхты и все что угодно и богатые тоже плачут почему потому что перенапряжение это стресс это страхи комплексы стереотипы это что это ограничители нашего здравого смысла и нашей внутренней гармонии нашей целостности итак если вы будете подбирать упражнения из синхрогимнастики возьмете классическую синхрогимнастику и будете подбирать там по принципу ключа принцип подбора путем перебора и находите то действие которое вам подходит сам процесс этого обучения подбор это по существу моделирования жизни принципа проб и ошибок а все упражнения которые вы там делаете перебираете это по существу модели модели ваших инстинктивных собственных действий когда вы сами это делаете всегда в жизни И ногой качаете, и ходите по комнате, и прогулки делаете, и прыгаете, и бегаете, и холохоп крутите, и шалтай-болтай делаете. Вы инстинктивно всегда это делаете. Но теперь, когда вы это делаете в осознанной форме, в культурной форме, в виде сознательных упражнений, вы развиваете своё сознание. Это называется развитие осознанности. А потом вы замечаете, что вы все другие вопросы решаете проще и быстрее. На это обратите внимание. Ну ладно. О том, как делать стадию последействия, о том, как выздоравливать, о том, как настроиться на то, чтобы похудеть, лишний вес бросить. Но мы потом ещё как-нибудь поговорим. Вы посмотрите там на ютубе у меня омоложение. Как мы с Виктором Лобенцевым в Ленинграде, ну в Петербурге, по скайпу. А у него там и 80 лет, и 90 лет. Ветераны-блокадники, блокадницы. Как они с помощью метода Круч омолаживаются. Виктору привет большой. И вообще, то, чем мы занимаемся, это школа человека будущего, Homo Futurus. Это по существу развитие у человека способности мыслить самостоятельно, не попадать под манипуляции, думать своей головой. Быть креативным и сохранять творческое долголетие. Потому что только физическое долголетие, оно никому не нужно. Ну будете вы старым, жить до 120 лет и больным, и все будут только о вас заботиться и сохранять вашу жизнь. Ну кому вы нужны? Вы должны быть творческим. Вы должны созидать. Вы должны научиться в школе человека будущего использовать энергию напряжения, энергию стресса. В собственных интересах, для созидания, создания, улучшения. Да. И вот тогда будет мир на планете. Вот это будет новая школа. Потому что в этой школе впервые место обучения на основе повторения, как говорится, повторения мать учения, делай пока не получится. Здесь мы дополнительный принцип даем, который раньше не использовался. Подбор индивидуальных упражнений, где сам подбор, развивает креативность одновременно. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok